Что обновление? Он был. Потом его убрали. Заместо 760 Русича появился юбилейный Яуза, я уже говорил. Что это 760? А 760 что ли? 760 это 710. Что это 760? А, я понял, что... Я, пацаны, типа 760, он очень сильно тормозил, а Русич был кривой и там еще была история с Black Phoenix. Я не понял, это что за трэшик? Подожди, тут беспределят. Тут чел физганом состав со скоростью 100 км в час из бокса выпустил. Ваньхил. Дэйв Уэйн, ты что творишь? Надо их, Уэйн. Первый информатор метростроя Сергей Бойко. Ну да. Бля, вы как? В ВК написали, что уберут, блядь, ЕМ-508. Заебись, спасибо, мои любимые вагоны были. Он уже, кстати... А что вы так по нему сохнете-то? Он сейчас тут есть на этой карте. Ну сейчас-то есть, а уберут его и все пиздец. Я не про этого, я про Бойко. Я не знаю. Он... Его тут нет сейчас, ты что? Есть ТП, слись ко мне, ТП, слись ко мне. Ну сейчас. Так. Готово, блядь. Ну? Станция Минская. Уважение пассажиры, при обнаружении забытых вещей сообщайте Минская. Это он? Поезд следует на станции Междустройская. Да. Раньше другой голос был. Может изменили обработку? Да он и есть, только запись более качественная. Вот они будут, короче, как в реальности в Москве, по линии мужик до центра, от центра женщин. А можно сделать, чтобы только этот голос был? Вот да, это уродливая система. Подожди, а за мужской голос кто будет отвечать? Вот он и будет, который сейчас. А как же... Это уже новый Дарик. Подожди, а как же этот, блядь, Макич и Комкорд? Тут уберут. А че так? А че так? Да они вообще, мне кажется, звучат. Макич, Макич, это, я не знаю, я не знаю, это, наверное, был Рофл, когда его добавили в игру. Это картавый человек просто. Мне лично ехать и слушать картавость Макича вообще не доставляет вообще никак. Ну это да, я тоже. И вот этот кривой английский Конкордо, тоже меня никак не... Ну да, мне тоже не особо нравился Макич. Ну голос Конкордо на русском может быть лучше. Человек? 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 Сейчас на Люблинке информатор новый английский похуже, блядь, чем вот этот Конкордовский. Там, да, сейчас там новый информатор, короче, дело в том было, что мужик, который раньше озвучивал в метро Москвы, он иностранец, он не русский. Короче, с ним контракт закончился на озвучку, и все, он уехал из России, он тут больше не находится. А с женским голосом, это, короче, это, Анна Василевская, женский голос, по-английски. Это диктор РЖД, с ней тоже контракт закончился, она озвучивает на всех вокзалах и в аэропортах в некоторых. она озвучивает. И с ней тоже контракт закончился и решили нового, короче, нанять. Это Эдвардс, слышишь? Эдвардс? А мне тут уже многие говорили такую вещь, типа, у меня хороший, приятный голос, и чтобы я записал информатор. Ты как думаешь, какой у меня голос и стоит ли записывать? Есть ли вообще в этом смысл? Кстати, да, у тебя голос такой, мне кажется, тоже, да, неплохой для информатора. Вот видишь, очередной. Чего, Эдвардс? Ну, я не знаю, а куда ты их будешь записывать? Ну, B50, как минимум, потому что B50 моя самая любимая карта, я только на ней играю, в принципе. Я даже уже тексты написал. Ну, это не ко мне, я не знаю. А к тому? Ну, у нас текст там свой есть. Ты говоришь, не к тебе, а к кому? К Глебу, что ли? Это, наверное, ближе к Глебу, да, потому что он именно монтажом занимается. Я занимался именно вот записями, то есть с Писецкой, он занимался записями Сбойко. Все. Понятно. Не, я, хоть и говорят, что записывать нужно по отдельности, там, допустим, осторожно, закончил запись, двери закрываются, закончил запись. Ну, я считаю, можно... Нет, почему, в смысле? Нет, ну, мне так говорили, я не помню кто, но тоже кто-то из разрабов метростроя, но мне лично удобнее... Да бред, так никто не записывал. Ну, вот я тоже так считаю. Мне лично удобнее целиком произнести текст, а потом просто его разделить и все. Ну, нет, вообще, как вот в реальности записывается осторожно, двери закрываются, следующая станция и уже озвучивается список станций и просто подставляет. Понятно. Нет, во-первых, если ты озвучиваешь по отдельности, мне это неудобно. Во-вторых, как бы это объяснить, то я сейчас не очень хорошо речь складываю, скажем так. То есть, когда ты, ну, допустим, говоришь, осторожно, дверь закрывается, следующая станция там, Минская, да, потом осторожно, дверь закрывается, следующая станция, блядь, автозаводская. Ну, я сейчас прыгаю по станциям, не суть. Просто в этом случае у тебя на каждое объявление, объявление будет всегда по-разному, с разной тонацией и так далее. И будет больше выбора, ну, возможности для выбора того или иного фрагмента. Да, нет, ну... Кстати, вот, смотрите. Смотрите с тест сервера, пацаны, только супер секретно. Чего смотреть? Станция Проспект Суворова. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Польтехническая, платформа справа. Какая Польдельмычинская или чё там? Польтехническая. Кросслайн. А, а то мне Польдельмычинская какая-то послушалась. Как раз Бойко и вот Песецкая. Так, ладно, надо на линию выезжать, я ТП хуюсь назад в ДПО. Она в реальности на фиолетовой линии на Таганской Роснопрессии. Подожди, а там разве сейчас не Роману? Нет, там Песецкая. Там Росошанский и Песецкая. Чё-то я не обращал, гимнадий. Ну, херово знаю. Ну, я вроде как был Росошанского, когда на Любымке обновили, сразу узнал. А там с 13-го года Песецкая и Росошанская. Понятно. Так, 38-й маршрут выезжает из ДПО с пятой канавы. А чё по практике?